Добрый вечер, здравствуйте! Меня все-таки одолели вопросами про внутренний конфликт. Очень много сообщений приходит, люди не могут разобраться. Видимо, это новички. Видимо, это люди, которые пытаются понять, в чем их проблема. И я бы хотел сейчас провести прямой эфир, который я выложу в ленте, поскольку достаточно давно ничего не публиковалось. Готовится к публикации несколько тем, но вы видите мой рабочий график, который без выходных. И он с самолета на работу, с работы на самолет, с работы на съемку, со съемок, в общем, еще куда-нибудь. Поэтому небольшая пауза у нас в публикациях и в аудиоподкастах в Телеграм-канале, но это уже скоро вернется. Тем более, моя работа на проекте для канала Ю скоро подходит к концу в ее формате нашей программы. И у меня будет больше гораздо времени для того, чтобы уделять внимание и постам, и работе в Телеграм-канале со своими подписчиками. Значит, давайте с вами разберемся. Я для себя, почитав ваше сообщение, сформулировал такой пул вопросов, которые вам непонятны. Что касается внутренних конфликтов, давайте я на эти вопросы для вас сразу отвечу, чтобы вы тысячи раз не писали одно и то же. И у меня, если честно, нет времени и возможности отвечать каждому в личное сообщение, надо искать, не надо искать, вот это все. Давайте начнем с того, что большинство специалистов, психологов и психотерапевтов очень слабо имеют представление о том, что такое внутренний конфликт и о том, какое он имеет отношение к невротическим симптомам и к невротическим расстройствам. Это первое. В этой связи очень удобная тактика обесценивать важность системы отношений, патогенетической концепции и динамической концепции, потому что если ты чего-то не умеешь, если ты чего-то не понимаешь, если ты в чем-то не одарен, то гораздо удобнее сказать, что это все фигня, этого делать не нужно, хотя вся психотерапия строится в невротическом ключе именно на психодинамике, просто каждое направление эту психодинамику показывает, скажем так, по-своему. Вот. Давайте ответим на вопрос следующим образом. Значит, давайте я сразу скажу важные вещи. Когда человек сталкивается с вегетативной активностью, которую пугается и доводит себя до паники, это говорит о том, что у человека есть определенная эмоциональная проблема, которая называется невротическое расстройство, которое у него образовалось не вчера, оно образовалось достаточно давно, может быть, несколько месяцев назад, может быть, достаточно большое количество времени, но психика человека так или иначе пыталась еще выдерживать все эти нагрузки, выдерживать все это внутреннее напряжение, но в какой-то момент случилась либо финальная ситуация, такой триггер, либо просто напряжение накопилось, и в какой-то момент человек испытал вегетативное напряжение, которое неправильно понял, либо ему пришли какие-то мысли странные в голову, он это неправильно понял, он этого испугался, и этот самый испуг называется первичной панической атакой. После первичной панической атаки формируются, как правило, условные рефлексы серии, где была эта паническая атака, потому что человек был на 100% уверен, что он вот-вот умрет, и вот эта уверенность, что он вот-вот умрет, или сойдет с ума, или потеряет над собой контроль, и вызывает потом рефлекс избегания того самого места, или обстоятельств, в которых он чуть не умер, или чуть, как ему кажется, не сошел с ума, и не потерял над собой контроль. Он обрастает определенными поведенческими защитными механизмами, чтобы профилактировать подобное в будущем, и таким образом фиксируются определенные цепочки избегающих рефлексов, где человек избегает вегетативного напряжения, избегает этих приступов паники, он обрастает родственниками, друзьями, звонками по телефону, вызовом скорой, наличие с собой медикаментов, проверяющих тонометров и так далее. Так манифестируется тревожное расстройство, паническое, генерализованное тревожное. Здесь прикрепляется ипохондрия, страх за собственное здоровье, проверка своего здоровья и так далее, и тому подобное. Соответственно, вот это первое. Поэтому, когда мы с нашими пациентами, собственно говоря, работаем над внутренними конфликтами, простите, когда мы работаем над тревожным расстройством, на первом этапе мы занимаемся информированием пациента о правильном представлении о том, что с ним вообще произошло. Правильное представление о вегетативной активности, правильное представление о паническом расстройстве, правильное представление о навязчивых мыслях, правильное представление о ритуалах, и правильное представление вообще о концепции невроза и что с ним происходит. Вот это очень важно понимать. Соответственно, после этого мы приступаем к терапии поведенческого характера, где мы учимся не пугать себя, где мы учимся не доводить себя до паники, используя правильное информирование, используя поведенческие стратегии для того, чтобы избавиться от этой привычки. Соответственно, здесь мы используем, если это ритуалы проверки, мытья рук, чистоты или если это панические атаки с агорофобией, мы используем поведенческие экспозиции, которые доказывают безопасность, возвращают уверенность, насыщают человека, возвращают ему самооценку, уверенность в себе. Но на этом этапе человек чувствует первичное облегчение, которое многие трактуют за выздоровление от невротического расстройства, и здесь они делают большую ошибку, которая потом выходит им боком, они думают, что случился какой-то откат, потому что они испытывают опять вегетативное напряжение, они испытывают опять бессонницу, опять тахикардия. Да, они уже не паникуют, они находятся в таком состоянии понимания, что с ними происходит, но напряжение никуда не уходит. Вот это первая часть, которую я хотел вам объяснить. Теперь по поводу внутренних конфликтов. Невротическое расстройство и симптомы невротического расстройства не приходят самостоятельно. Запомните очень важную вещь. Любой невротический симптом, ипохондрия, кардиофобия, паническое расстройство, ОКР имеет очень сложную функциональную систему. Проще говоря, невроз возникает тогда, я сейчас попробую говорить по-простому. Поэтому невроз возникает тогда, когда вы не можете справиться с определенными текущими обстоятельствами, и вы уходите в симптом, уходите в болезнь, для того, чтобы этот симптом и эта в кавычках болезнь решила за вас определенные жизненные проблемы, с которыми вы справиться не можете. К таким относятся откладывание решения, перекладывание ответственности, проявление внимания, заботы, манипуляции серии «от больной жены уйти нельзя», уход от ответственности перед взрослением, перед покиданием родного родительского дома, перед принятием решения, которые вы не можете, перед оправданием собственной слабости и страха совершить ошибку и так далее. То есть, любой невротический симптом возникает тогда, когда вы в жизни становитесь дизадаптивным, вы не можете решить текущие события, вы не можете решить и предвосхитить будущие события привычными для себя механизмами защит, и поэтому возникает тревожное расстройство для того, чтобы увести вас как бы в сторону. То есть, симптом как бы за вас решает и уводит вас от того, о чем вы решать не можете, что вы решать не можете. Самая типичная история – это я сначала вылечусь, а потом буду решать свои вопросы с мужем, с женой, с родителями, с учебой, с самооценкой и так далее. Поскольку с этим, то, что я перечислил выше, контактировать нашим пациентам достаточно сложно, а порой невозможно, потому что без поддержки и помощи терапевта они не способны восстановить свою адаптацию, они уходят в эпохондрию, уходят в тревожное состояние, потому что объективно контактировать с правдой им очень сложно. Второй типичный пример – это правда в личных отношениях, когда человек по большому счету не может принять ту правду, которая уже маячит, ту правду, с которой столкнулся этот человек, и тут формируется невротический механизм для того, чтобы уводить вас в сторону от принятия решения и закрывает вам как бы глаза на эту правду. Вы говорите, лучше я буду думать о… ну, вы так не говорите, но по факту так и происходит. Лучше я сейчас буду выздоравливать, лечить ВСД, лечить некий невроз, а потом когда-нибудь чем-нибудь там займусь с мужем, с родителями, самостоятельностью, взрослением и так далее. Третий типичный пример – это мальчик или девочка инфантильные, нарциссические, истерические, которые не могут контактировать с миром, они не могут адаптироваться с реальностью. И тут им навстречу очень хорошо приходит невротический симптом, который за них как бы уводит в сторону контакт с этим миром, контакт с этой реальностью. Они погружаются в симптомы панических расстройств ипохондрии ОКР для того, чтобы на самом деле избегать того контакта с реальностью, которая есть. Большинство пациентов не осознает этого процесса, потому что он скрыт из поля осознания. Они в большинстве случаев уверены, что у них проблема с организмом, несмотря на негативное обследование, где не находится никаких серьезных абсолютно патологий. Они уверены, что они чувствуют себя плохо, они уверены, что они чем-то заболели, и де-факто это так, они действительно чувствуют себя плохо. Но на самом деле они не отдают себе отчет, что они получают благодаря невротическому симптому, какую задачу этот невротический симптом решает. В моем личном случае в 2006 году я не мог адаптивно отреагировать на происходящее у меня на работе в ресторане. Я не мог сам уволиться, потому что мое самомнение и самолюбие не давало мне тогда этого сделать. Я не мог это сделать самостоятельно, поэтому я сказал, что я увольняюсь, потому что вы меня довели до инфаркта. Я был полностью в этом уверен. Таким образом, мой симптом решил за меня определенную проблему. Мне стало легче, но через три месяца, когда я пошел на новую работу, мне опять стало тревожно, и тогда я уже начал разбираться. Можно ли найти самостоятельный внутренний конфликт? В 2006 году, когда я сам справился с паническими атаками с апохондрией, сам себя образовал и вытащил из этого состояния, но моя тревожность продолжалась, я начал исследовать себя и начал понимать, что что-то здесь не так. Я начал изучать работу клиники невроза имени Бехтерева, 9-го отделения того самого знаменитого, и сам увидел, что происходит со мной, сам построил свою систему патогенеза, сверхценные потребности, провел аналитическую работу и справился. Соответственно, как показывает практика, даже если вы обладаете достаточно скудными знаниями, вы можете это найти и понять. А если у вас есть консультант, который хорошо в этом разбирается, найти внутреннее противоречие, если таковое имеется, осознать патогенез, сверхценные потребности психотравмы, провести конкретные параллели, что решает невротический симптом, поверьте, это несложно. Большинство специалистов в России просто не умеют это делать, поэтому пытаются обесценить всю эту работу. Третье. Очень важно понимать, что само осознание патогенеза, почему именно эти ситуации для вас явились такими эмоциональными и стрессовыми, не приносит облегчения. Но вот это осознание и вот этот подъем на поверхности сути того, что с человеком происходит, что оказывается с ним происходит не какая-то там болезнь сердца или органов или сумасшествия, а что на самом деле с ним происходит, дает почву для дальнейшей работы, когда мы должны реконструировать то, что у человека не работало. А теперь внимание, я прошу всех сейчас меня внимательно послушать. Невроз заканчивается тогда, когда вы можете решать самостоятельно то, что за вас решал симптом. То есть, невротическое расстройство, ипохондрия, тревога, сомнения, обсессии рассосутся в прямом смысле этого слова, и я несу ответственность за эти слова, тогда, когда эти симптомы уже не будут ни от чего вас защищать, спасать и решать. Как только вы научитесь с помощью нашей психотерапии решать жизненные обстоятельства с мужем, с женой, с работой, с самооценкой, с родителями, со взрослением, с ответственностью и так далее и тому подобное, самостоятельно вам не нужен будет симптом. Приведу пример. Женщина испытывает ипохондрию, тревожное и паническое расстройство. Женщина выясняется в патогенезе, что это случилось, потому что она начала подозревать мужа в измене, а для нее развод недопустим, потому что для нее модель семьи определенной концепции является сверхценной моделью, и она не могла позволить себе развестись, потому что это рушит ее модель правильной семьи. Вместо с тем, она не могла позволить себе факт измена мужа. Образовывается интропсихический внутренний конфликт, который называется обсессивно-психостенический. Когда она осознала этот конфликт, она поняла, что оказывается с ней происходит, и тогда она поняла следующий этап, что оказывается ее паническая атака, ее симптом вводит ее в сторону от принятия решений, плюс манифестирует о том, что мужу требуется обратить на нее внимание, ведь жена заболела. От больной жены не уходят к любовнице, от больную жену не бросают, поскольку она сама объективно не могла это осознать и справиться с этим, она ушла в симптом. Когда она это поняла, я провел семейное консультирование, посадил мужа, посадил жену, они поговорили, потом вернулись еще раз, потом еще раз, потом я поговорил с одним человеком, потом с другим человеком. Они для себя приняли определенное решение и сохранили семью, и симптом куда-то сразу пропал. Потому что как только человек решает и умеет решать то, что явилось очагом напряжения, симптом уходит в клинике невроза имени Бехтерева. Хочу вспомнить Бориса Дмитриевича Корвасарского, Сергея Александровича Подсадного, профессора Александрова. Вот это называлось «дарит симптом». Пациент дарит симптом, то есть он его отпускает, потому что он уже ничего не решает в их жизни. Человек научился сам решать эти вопросы. Я надеюсь, я ответил коротко о том, что такое внутренний конфликт и как выглядит алгоритм. Алгоритм, соответственно, чтобы понять, что именно с вами происходит, вы должны образоваться в области патогенетической концепции. Вы должны образоваться по тем этапам, которые я перечислил, это информирование, поведенческие упражнения, построение патогенеза, осознание сути своей ситуации и научиться решать ситуацию самостоятельно. И тогда никакой невротический защитный симптом вам будет не нужен. Ну а затем мы приступаем к пятому этапу. Это такой тренинг, где вы учитесь гибко и адаптивно реагировать на различные жизненные ситуации, где вы учитесь самостоятельно решать все эти возникшие обстоятельства и ситуации, чтобы больше невротический механизм вам был не нужен. И тогда никаких рецидивов у вас не возникнет. Поэтому давайте перестанем слушать детский сад и людей, которые абсолютно не, я могу с ответственностью заявить, некомпетентны в области психотерапии и патогенеза, и вообще в принципе терапии неврозов. Если люди умеют только рассказывать про ВСД, панические атаки, в лучшем случае схему СМЭР и твердить, что нам нужно заниматься только работой над убеждениями, это детский сад. Должествование, оценочное суждение, катастрофизация, перфекционизм, чтение мыслей, не носим дискомфорта, обобщение есть у каждого человека. И вы сейчас можете выйти в ваш город и услышать у каждого человека очень жесткие убеждения, должествование и жесткие оценочные суждения, но невротических расстройств у них нет. Если бы невротические расстройства создавали только убеждения, у всех бы людей вокруг вас были бы панические атаки с неврозом. Это неправда. Убеждения не создают невротические расстройства, но убеждения мешают их часто решать. Поэтому когнитиноповеденческая терапия является хорошим инструментом реконструкции той самой системы отношений, которую нужно интегрировать, чтобы как раз-таки симптом был не нужен, чтобы вы сами умели адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Но говорить о том, что невротические расстройства возникают из-за должествования и убеждения и непонимания схемы СМР, это смешно и детский сад. Схема СМР и когнитивная терапия хорошо помогают выявлять свои эмоции, текущие реакции, осознавать их и рационально смотреть на вещи. Но невротические расстройства, должествования и оценочные суждения никогда не создавали. Выйдите на улицы вашего города, вы увидите у всех ваших знакомых и друзей жесткие убеждения, но что-то неврозом они не болеют. Поэтому не верьте детскому саду, не давайте вести себя в заблуждение, занимайтесь качественной, настоящей психотерапией, и тогда вы не потратите деньги и не будете разочарованы. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта, до новых встреч, до свидания.